Такую картину можно будет наблюдать в ближайшие пару недель в районе отеля Анапа-Океан. Здесь собираются начинающие бегуны, чтобы подготовиться к соревнованиям, которые состоятся на Черноморском побережье 15 октября. Трейл-раннинг или забег по тропам. Главная особенность таких соревнований в том, что трасса проходит по природным ландшафтам. В прошлом году стартовали в Анапе, финишировали в Новороссийске. В этом году наоборот. При этом маршрут останется прежним. На пути будут лес, горы, берег, море. Идеология самого трейла не только спорта, но и достижения, но и путешествия. И вот в данном случае это путешествие идет по древним торгово-монетичным путям нашего региона. Популярность трейлов растет с бешеной скоростью. Если в том году это были первые трейлы, следом за ним тут же организован Новороссийскому маршрут трейл, следом Геленджик 7 октября будет проводить трейл «Горячий ключ». То есть это стало своеобразной визитной карточкой каждого города. Если в прошлогоднем забеге приняли участие 260 спортсменов, то в этот раз уже сегодня зарегистрировались более 500 потенциальных участников. Им предстоит выбрать одну из трех дистанций, начиная от 18,5 до почти 56 километров. В первых соревнованиях на дистанцию вышли 15 жителей города-курорта. Сегодня желающих уже более 30. Среди них есть как опытные спортсмены, так и любители, с которыми бесплатно занимаются тренеры. Вмечать может абсолютно любой. Единственным путем показаний для занятий бегом – это будут медицинские показания. Изначально мы научим человека просто правильно бегать. Мы научим его технике бега, научим дыхание, научим основанию самоконтроля своего организма. Ну и, конечно, уже научим их самостоятельно, чуть-чуть планировать свои тренировочные программы без спортсменов. Для группы новичков мы рассчитываем 15 октября к тех, кто уже начнет с сегодняшнего дня заниматься, выйти на дистанцию в 17,5. Организаторы обещают соревнования мирового уровня с понятной разметкой трассы, пунктами питания и высоким уровнем безопасности, а также возможность посоревноваться с европейскими спортсменами. Продолжение следует...